Большая делегация Чувашского национального конгресса продолжает свою поездку по местам, где проживают наши земляки. Всего предстоит преодолеть более 4000 километров. Народный праздник Акатуй благодаря организаторам пройдет в Башкортостане, Тюмени, Иркутске, Красноярске и в других городах. В рамках большого турне проходит и презентация национальной телерадиокомпании. Напомню, что с марта этого года жители этих регионов смотрят программы национального телевидения в «Спутнике», где уже удалось побывать представителям Чувашского национального конгресса и национальной телерадиокомпании, смотрите в нашем репортаже. Позади Башкатарстан, деревня Слагбаш, родина поэта Константина Иванова. Там прошли литературные чтения в честь его дня рождения. А вчера наших коллег с хлебом и солью поприветствовали в Тюмени. Возле Дома дружбы народов в красочных костюмах с песнями и танцами жители города встретили долгожданный праздник Акатуй. Праздник Акатуй объединяет Чуваши со всей России. Только в Тюмени их проживает около 30 тысяч. Я сам за пределами Чувашской республики жил 20 лет. Я знаю, что это такое ностальгия. Действительно, ностальгия очень сильная. Это такая энергетика. Конечно, сейчас это телевидение. Единственное, что мы ближе становимся. И чувствуется, что работа эта ведется большая, масштабная. Галина Никифорова родилась в Чувашии, но уже давно живет в Тюменской области. Ей удалось не только сохранить любовь к своей малой родине, но и создать Чувашское подворье в селе Медведево. Детьми я занимаюсь, встречаю их с караваем, желаю летнего прекрасного отдыха. Ну и потом у нас конкурсы, игры, чаепития, мастер-классы показываю по вышиванию, по вязанию. Именно Чувашская культура. Все Чувашская, так как я сама Чувашка, и поэтому это у меня и называется Чувашское подворье. 31 мая праздник Акату вместе с нашими коллегами придет и в Красноярск, а затем доберется и до Иркутской области. Следите за новостями на нашем канале и на национальном радио Чуваши.